Берегите чистоту языка как святыню, никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас, завещал нам Иван Сергеевич Тургенев. Мы не раз говорили о негативных тенденциях, которые наблюдаются в жизни русского языка. И сейчас проблема настолько остра, что в РГУ имени Сергея Есенина решили организовать Всероссийский форум. Посвятили его наследию академика Измаила Срезневского. С вами программа «Русская культура. Истории О». Язык динамично изменяется, и тенденции, которые наблюдаются в последние годы в развитии русского языка, заставляют всерьёз бить тревогу многих исследователей и учёных. Представители более чем 30 вузов из всех субъектов Российской Федерации в течение четырёх дней обсуждали проблемные вопросы, которые наиболее актуальны для русского языка в современном мире. В ходе коллективной работы по творческим мастерским участники форума создали шесть проектов, касающихся проблематики русского языка, продвижения его в молодёжной среде. Значимость данных проектов, она безусловно высока, так как проблемы, которые перед творческими мастерскими ставили эксперты, касаются современного состояния русского языка в молодёжной среде. Они взяты в том числе из федеральной целевой программы по русскому языку, которая сейчас в настоящее время реализуется. И также на основе предложений самих экспертов. Несколько проектов касаются создания интернета, ресурсов, что, безусловно, близко современной молодёжи. И таким образом ребята пытаются на основе информационных технологий привить интерес, привлечь различные целевые группы к проблемам русского языка и популяризации его среди молодёжи. И, в частности, некоторые проекты касаются решения проблем погружения иностранных студентов, которые учатся в наших вузах, в культуру России, чтобы помочь им адаптироваться, чтобы снять трудности перевода, понимания русского языка. Один из проектов будет содержать видеопрезентации самих иностранных студентов, как они сталкивались с проблемами языка, общения с преподавателями, и как они их преодолевали. И вот этот материал будет размещен на информационном интернет-ресурсе, чтобы другие ребята могли с ним познакомиться и уже избегать возможных трудностей. Некоторые проекты касаются создания или возрождения, наверное, сказать так, лучше будет литературного клуба, такой формы общения, потому что в настоящее время известно, что не только молодое поколение, но уже и люди среднего возраста пользуются активно гаджетами, мессенджерами, то есть теряется вот эта прелесть живого общения, живое человеческое слово, оно не так активно используется, и поэтому ребята предлагают возрождать такую форму, как литературный клуб. Все участники форума, по их словам, отмечают, что зарядились новыми идеями, обязательно в своих регионах они будут продолжать эту работу, и все проекты, по крайней мере, ребята уехали с таким настроем, что будут реализованы. Они обменялись, естественно, контактами и будут продолжать работать. Форум подобного формата прошел впервые и стал своеобразным итоговым мероприятием, где профессорский состав Государственного института русского языка имени Пушкина, Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова вместе с небезразличными к своей культуре студентами пытались обозначить наиболее проблемные точки и найти пути их решения. Я очень благодарна организаторам этого форума за то, что они вообще пошли на то, чтобы и организовать, и осуществить такое совершенно необычное мероприятие, потому что привлекли, во-первых, молодежь со всей страны, из разных вузов, а во-вторых, это оказалось для них не только какой-то там площадкой, чтобы себя показать, но, по-моему, это стало для них еще школой, потому что они услышали друг друга, узнали о тех задачах, проблемах, которые стоят там в области русского языка, узнали о проблемах, которые существуют даже отчасти в современном мире. Ну и кроме того, им удалось пройти, ну пусть это микрошкола, но все-таки это школа, которая, ну на самом деле, это не только наши лекции, да, они послушали лекции преподавателей из других вузов, из Москвы, и из академического института, но и они послушали друг друга, то есть они увидели уровень подготовки других студентов, и профессиональный уровень, и творческий уровень. Кроме того, если вы задаете вопрос о том, какие проблемы, да, поднимались студентами, касающиеся состояния русского языка в нашей стране. Ну, во-первых, первая проблема, на которую обратили внимание студенты, и этому были посвящены некоторые проекты, это проблема орфографии. Оказывается, сейчас не только иностранцы, но и даже наши студенты, особенно студенты технических вузов, не умеют писать грамотно. Вот, это касается и правильной речи. Тоже есть такие проекты, которые предусматривают им эту сферу деятельности. Много проектов студенческих были посвящены обучению русскому языку иностранцам. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что в самом деле и много людей хотят учить русский язык, я имею в виду иностранцев, но и, кроме того, люди хотят нести знания о русском языке в другие страны, обучать другую молодежь, других студентов, кого угодно, детей, русскому языку. По итогам мероприятия участники представили проекты, разработанные ими и посвященные решению актуальных проблем в области изучения и популяризации русского языка в России и за рубежом. Большая часть проектов, как показала практика, нацелена на обучение русскому языку мигрантов и ознакомление с национальной культурой иностранцев в России и странах ближнего зарубежья. Беседу о тенденциях в жизни языка мы продолжили с профессором Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Ольгой Алексеевной Скрябиной. Вспоминая несправедливо забытого классика, мы прикасаемся к страницам нашей истории, к той культурной среде, в которой формируется народное самосознание. Именно среда, окружающая человека, есть один из важнейших факторов, формирующих его как личность. Внутренние и внешние аспекты, влияющие на формирование речи человека с самого детства, сейчас изучают новая наука, ее называют психолингвистикой. Вопросы этнолингвистического, этноисторического мышления – тема отдельного разговора. Но отметим, преуменьшать значение окружающего мира на то, как владеет речью человек, никак нельзя. Мы должны заботиться о том, чтобы и среда, в которой мы живем, она тоже была чистой. Но если мы посмотрим на те вывески, на те растяжки, которые в городе в нашем есть, мы увидим, что здесь много того, что в свое время еще Гоголь высмеивал. И Грибоедов, смешение французского с нижегородским, а сейчас мы можем говорить о том, что смешение рязанского с американским, с американизмами, англицизмами, защитить речевую среду города. Почему? Что такое речевая среда? Это одно из ключевых понятий в методике преподавания русского языка. Писатели, поэты, философы и критики. В творчестве большинства классиков можно встретить рассуждения о русском языке. Без поэзии вообще не обойтись. С каждой звездою и стучью, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую кровную связь. Вот эта кровная связь через язык осуществляется. Или Петр Вяземский. Это же всегда было у всех в нашей русской поэзии. Что такое язык? Язык есть исповедь народа. В нем слышится его природа, его душа и быт родной. Вот мы все должны объединиться для того, чтобы сохранять чистоту, исконную чистоту, как храним мы родники лесные. Иван Сергеевич Тургенев, лучший друг Якова Петровича Полонского, не раз выражал трепетную любовь к родной речи. Еще со школьной скамьи все мы помним миниатюру о великом и могучем русском языке. Между тем призыв сохранить, сберечь свой язык не случайен. Ольга Алексеевна Скрябина рассказала о тех негативных тенденциях, которые наблюдаются в последнее время в жизни русского языка. Если оценивать современные состояния культуры, литературы, языка, то можно говорить о том, что, вот как констатируют лингвисты, Виктор Владимирович Колесов и многие другие, говорят о том, что значительно сократилось число носителей языкового культурного стандарта. В массовом сознании происходит смена нормативной и литературной основы. Переход от авторитета письменной речи к устной публичной. И далее. И самое страшное, что происходит. Действительно, человек отчуждается от родного языка. Что происходит? Оторжение от языка. Восприятие родного языка как чужеродного явления, что, безусловно, свидетельствует о духовном кризисе. До уроки русского языка мы должны создавать искусственную речевую среду с богатейшим развивающим потенциалом. Потому что вот все богатство языка заключается не в учебнике русского языка. И не случайно Светлана Ивановна Львова назвала свои книги очень полезные для учителей. За страницами школьного учебника. Потому что за страницами школьного учебника тексты, прекрасные тексты, русская литература в первую очередь. В таких условиях особенно сложной и ответственной становятся задачи школьных учителей. Показать, наставить, раскрыть потенциал учеников. Учитель – это ключевая фигура. Ключевая фигура. Сам образ учителя, масштаб его личности способен воспитать человека. И знание самого учителя, вот его предметная компетенция, его образованность, его интеллигентность, его образ в целом учителя – это то, что больше всего может остаться в памяти ученика и стимулирует его к познанию предмета. Я знаю, что есть у нас замечательные учителя, которые именно так и работают. Вот я могу назвать Наталью Алексеевну Луисенко из 69-й школы, Елену Викторовну Орлову из 51-й школы, Любовью Васильевну Комиссарову из 11-й школы. Я очень жалею, что недавно с ними знакома, потому что когда я привела своих студентов к этим учителям, они ушли в восхищение. И я сама тоже, потому что это не работа учительская, это служение. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, сказал великий российский ученый Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян. Необходимо помнить, что история не делится на отрезки. События ее не распределяются по чинам и званиям. Каждый отвечает за все, что было в прошлом, совершается в настоящем и произойдет в будущем. С вами была Марина Комиссарова и программа «Русская культура. Истории О». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok